В 2024 году дефицит электроэнергии в Кыргызстане увеличился по сравнению с прошлым годом не только из-за роста потребления. Чтобы выйти из затруднительного положения перед энергетиками республики поставлена задача ускорить ближайшие три года возведения малых гидроэлектростанций с привлечением внутренних и иностранных инвестиций. На сегодняшний день мы прошлым годом на ОЗП импортировали электроэнергию около 3 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов. Вот это перед Министерством энергетики ежегодно до 2027 года закрыть этот дефицит. Мы должны выйти на самокупаемость любого энергоносителя. За полгода был Минигэз, это Баласару, запущено Исигата, Минигэз запущено, Хайнама запущено, Когарт запущено. Только в Джалабетской области в последнее время вводится в эксплуатацию все больше гэз. Например, в прошлом году были введены в эксплуатацию две малые гэз, мощность которых составила 2,9 мегаватт. В этом году в области строят 5 малых гэз. Две из них были введены в эксплуатацию несколько дней назад. В настоящее время близится к завершению строительства еще трех малых гэз. Для покрытия дефицит электроэнергии в 2025 году Кыргызстан планирует импортировать 1 миллиард 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана. Также республика заинтересована в покупке голубого топлива по выгодной рыночной цене. На сегодняшний день все вопросы отрегулированы согласно договорам. Поставка и оплата за электроэнергию идет согласно графику. Немаловажно отметить, одним из направлений сотрудничества является обмен опытом и технологиями по развитию возобновляемых источников электроэнергии, энергосбережения, энергоэффективности и реализация совместных проектов по разведке и добыче углеводородов. По итогам заседания Межправительственной комиссии Кыргызстана и Туркменистана было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве с сферой энергетики. Тем временем в летние знойные дни в коммунальном предприятии Бишкет Теплоэнерго завершается реконструкция котельных и ремонтной работы на предстоящий осенне-зимний отопительный период. Для этих целей предусмотрено более 215 миллионов сомов собственных средств учреждения. Одна из главных котельных Бишкет Теплоэнерго расположена в микрорайоне Джал. Специалисты учреждения после завершения отопительного периода весной сразу приступили к ремонту и реконструкции. Мы уже завершили на 95%. У нас поручение и задача есть до 1 сентября закончить. У нас потребители 8400 читаванников есть. А 160, более 160 объектов. Из них детские больницы, республиканские, защитники и охраны материнства. И три школы есть у нас, и один садик, и там два частных школы есть. В ходе административно-территориальной реформы увеличилось количество потребителей коммунального предприятия Бишкет Теплоэнерго. Предстоящий отопительный зимний период коммунальщикам предстоит дополнительно обслуживать 39 котельных. Цены на тепловую энергию для населения повысились. Если раньше за гигакалорию платили 1248 сомов, то по новым расценкам оплата производится по 1560 сомов. Повышение цен произошло на 25%. Все работы ведутся по графику, и они завершены на 60%. Если раньше у нас было 74 котельные, то после АТР у нас стало всего 113. Кроме населения есть социальные объекты. Все теплотрассы поменяли на новые. Сейчас проводим разъяснительные работы среди жителей о повышении цен на тепло. Люди должны понять, что это необходимая мера. В конце недели на коллегии энергетического ведомства по подведению итогов полугодия заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Туребаев Основное внимание энергетиковый обратил на подготовку к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду. Надзор по всем котлам, которые дают тепло, надзор по всем подстанциям, начиная от 0,5, от 0,4 до 500 кВт станции, подстанции и всей электролинии передачи, чтобы все проверили, были готовности, чтобы в этом году мы зиму прошли без отключения электроэнергии. А тем временем специалисты Соколукской группы подстанции Чуйского предприятия электрических сетей активно готовятся к предстоящему отопительному зимнему периоду. Они проводят ремонт и замену старого оборудования. Подстанция Манас, расположенная в селе Учкун Соколукского района, была построена в советское время в конце 70-х годов. За это продолжительное время здесь ни разу не производили замену и ремонт оборудования. Подготовка к УЗП идет по графику. Подстанция Манас обеспечивает электроэнергией два стратегических объекта – аэропорт Манас и СС Бишкека, а также 3000 абонентов и социальные объекты. На данном этапе заменили 40% основного оборудования, которое не менялось 49 лет. Вместо трех отработанных установили новые высоковольтные газовые выключатели. Замену и ремонт оборудования энергетика региона проводят за счет улучшения финансирования отрасли. На подстанции Манас после произведенной реконструкции старые выключатели были заменены на новые или газовые, заодно заменены трансформаторы тока. С заменой трансформаторов тока у нас произошло улучшение измерений тока. Это очень важно для осуществления релеинзащиты и автоматики. Защита линий от ненормальных режимов, от коротких замыканий, перенапряжений. Кроме того, мы производим проверку устройств релеинзащиты, которые производят защиту и автоматику всего оборудования, не только данной подстанции, но и всех линий, подключенных к этому узлу. До наступления холодов энергетики намерены выполнить все работы по графику. Соколугская группа подстанций обслуживает более 10 подстанций с различными мощностями. Наша группа обслуживает 13 подстанций в Соколугском районе. Например, зимой в основном выезжаем, когда происходят аварии, ведь с каждым годом увеличивается число потребителей. Не зря говорят, готовься они летом, не за горами осенне-зимний период. И перед энергетиками стоит одна задача – обеспечение населения регулярным электроснабжением. Усен Кульбаев, Чингис Джумагулов, Аллато, 24. Итоги недели. Продолжение следует...